Будет Наталья Черкасова. Наталья Черкасова руководитель совершенно уникальной некоммерческой организации, которая занимается творческой реабилитацией детей с аутизмом и с другими ментальными нарушениями музейными видами деятельности. И теперь они сделали последний свой проект уже для молодых людей и взрослых с ментальными особенностями развития. И Наталья хотела бы сегодня рассказать именно на эту тему. Наталья, вы можете уже подниматься к нашему вещанию, вы наслышите. Наталья также соорганизатор проекта «Инклюзивный музей», который выступал сегодня утром. Динара Халикова делала сообщение, и все те материалы и ресурсы, которые подготовлены на сайте проекта «Инклюзивный музей», также сделаны при участии Натальи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, коллеги. Всем для меня видно и слышно. Очень приятно вас слышать. Видно вас и слышно хорошо. Видно вас и слышно хорошо. Я рада всех приветствовать. Для меня это тоже очень необычный формат. И признаюсь честно, что я очень волнуюсь, потому что обычно все-таки выступление предполагает какую-то эмоциональную, визуальную обратную связь. Мне сейчас довольно сложно сориентироваться относительно того, кто здесь присутствует, знаете ли вы нас. Напишите, пожалуйста, может быть, в двух словах, кто вы. Мне было бы интересно узнать. Я расскажу, я сейчас представлюсь. Ну, собственно, Евгения мне уже представила. Я являюсь основательным директором некоммерческой организации «Колесо обозрения». Как некоммерческая организация мы существуем три года. Как такая социальная инициатива, социальный проект в этом году уже будет шесть лет. Соответственно, у меня экономическое образование и то, что я начала заниматься некоммерческой деятельностью, такое в чем-то стечение обстоятельств, в чем-то можно сказать, что я нашла себя. Мне очень нравится то, чем занимается «Колесо», все наши проекты. И, в общем, мы не планируем останавливаться. Наверное, важно будет сказать, что я тоже мама двоих детей. Мне часто задают вопрос, являюсь ли я мамой ребенка с особенностями ментального развития. Нет. Такой вопрос часто задают, потому что, наверное, пытаются найти какие-то источники мотивации к тому, что мы делаем. Ну, да, в общем, у меня нет ребенка с особенностями ментального развития. Но я, тем не менее, очень сильно радею за то, чтобы мои дети жили в инклюзивном мире, потому что в том числе понимаю, что любой человек, он имеет свои особенности. И я также понимаю, что, в общем, мои дети могут иметь таких детей. И отношусь к этому, в общем, как естественной такой составляющей нашей жизни. Колесо обозрения – это проекты об искусстве и музеях. То, чем мы занимаемся, это социокультурная реабилитация детей с инвалидностью, их родителей и новое направление, которое у нас есть, молодые люди с ментальной инвалидностью. Мы также делаем много всего для того, чтобы повысить степень доступности музеев для людей с ментальными особенностями. И отдельным направлением нашей деятельности является, конечно, изменение отношения общества в целом к людям с ментальными особенностями. Я не буду детально рассказывать об основных направлениях деятельности. Вот вы видите, здесь среди них есть цикл для молодых людей с ментальными нарушениями. Я сегодня буду рассказывать о них и в том числе в связке с циклами для детей и их родителей. Ну и прежде чем я начну это наше, это свое повествование, хочу сказать, почему музей в двух словах. На самом деле часто задают вопрос, почему музея, что такого особенного дают музеи. У меня долгое время не было какого-то научно обоснованного ответа. Но кроме того, что мы сами, в общем вся команда, большие любители искусства и музея, я знаю, что для меня музей это место такого отдыха, эмоционального наполнения. И в общем я люблю свою работу в том числе потому, что у меня есть возможность постоянно взаимодействовать, быть с искусством. И сейчас, когда мы все находимся вот в этой изоляции, могу сказать, что мне действительно очень хватает именно этого взаимодействия, в том числе этого взаимодействия, контакта с искусством. И никакая онлайн-экскурсия, наверное, как бы она ни была хороша или лекция, не может заменить этого контакта. Но на самом деле буквально пару лет назад стали появляться первые исследования, которые говорят о том, что действительно, результаты которых говорят о том, что действительно посещение музеев и вот этот контакт с мысом искусством влияет на ощущение нашего благополучия, на снижение уровня стресса. Вот вы видите здесь скрины разных публикаций англоязычных, это американская публикация Великобритании и Канада, в которой говорят о том, что в том числе в Канаде доктора, психологи будут сделать направление, рецепты на посещение бесплатных музеев, бесплатных музеев тем людям, которые находятся в состоянии стресса или депрессии. Вот, но надо сказать, что я очень рада этим публикациям была. Конечно, они не связаны с людьми с особенностями ментального развития, но мы понимаем, что на самом деле вот это влияние взаимодействия с искусством и музеем, оно более-менее одинаково на всех. Вот, наши собственные наблюдения и обратная связь от участников, от родителей показывают, что действительно психоэмоциональное состояние людей изменяется, что наши мероприятия способствуют социализации как детей, молодых людей, так и родителей. И, в общем, мы только рады, что музеи могут выполнять такую функцию, готовы, открыты развиваться в этом направлении. Вот, если есть какие-то вопросы, можете задавать их по ходу. Так, презентация идет, да. Всех ли видно презентацию? Вот, ну, значит, теперь я хочу рассказать в двух словах о наших циклах, значит, в 2019 году. Вообще, в принципе, как у нас наши проходят занятия обычно в музеях, как мы начинали работать. У нас есть участники проекта, которые зарегистрированы, зарегистрируются на сайте. Это бесплатная регистрация, соответственно, бесплатное участие. Мы делаем рассылки по вот этой базе, когда у нас есть какие-то мероприятия, люди регистрируются на мероприятия, приходят в музеи. То есть, как правило, это сборные группы. И в самом начале, когда мы начинали только вот наши активности, у нас было порядка 30 человек, 40 участников. Сейчас их количество, ну, тех людей, которые у нас в базе, по крайней мере, это более 600 человек, естественно, потерялся немножко вот этот элемент про установление контактов, дружеских отношений и так далее. Потому что первый год, когда мы были таким вот прям самим, с таким очень семейным узким проектом, были одни и те же семьи, естественно, ребята знакомились, им нравилось проводить время вместе. Это был такой очень важный элемент, который по мере роста наших активностей, наших занятий немножко потерялся. Мы думали на тему, как же вернуть вот эту важную составляющую, чтобы все-таки мы не просто ходили в музеи и участвовали в классных экскурсиях, мастер-классах, пили вместе чай, но еще чтобы дети и родители имели возможность дружить, да, общаться друг с другом. И придумали вот такой проект. Это был межмузейный цикл для семей, в которых есть дети с инвалидностью. Я обращаю ваше внимание, что здесь действительно дети с инвалидностью разные, и ментальные, и не ментальные. Вот, то есть там еще могли принимать участие братья или сестры в этих занятиях. Но в 2020 году мы уже сделали первый пилотный проект. Мы делаем, я бы так сказала, что мы в процессе занятия для молодых людей с ментальными нарушениями. Это тоже межмузейный такой цикл. Вот в чем... Вот так. Почему-то мне листается назад. Очень важно, мне кажется, сказать вам о том, вот почему-то не все логотипы здесь правильно отображаются у меня в презентации, не знаю почему, но у нас очень классные партнеры. В общем, вообще эти проекты были бы невозможны без команды экспертов, которые нам помогали. Это и эксперт Юлия Охтямова из особого детства, и сейчас мы работаем с замечательной командой. Это Лада Талызин из DownsideUp, Антонина Стейнберг, Полина Багарат. В общем, люди, которые нам действительно очень помогают в том, чтобы выстроить правильно сценарии самих занятий и разработать инструменты, подготовить наших педагогов к проведению занятий. Зачем же мы делаем вот эти циклы? То есть сейчас мы объединяем такие семейные, семейную программу с циклами для молодых взрослых. Циклами для молодых взрослых. Ну вот, если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что участники циклов для семей, то есть у нас все равно больше 75% это дети и подростки с ментальными особенностями. Надо сказать, что мы ничего специально не делаем для того, чтобы их было 75%. Просто действительно мы понимаем, что дети без ментальных особенностей, они могут участвовать в открытых программах в музеях, приходить в музей со своим классом. И, наверное, потребность вот таких занятий, которые организуют колесо обозрения, у них меньше. Но что происходит дальше, что по мере взросления детей, у нас не остается детей, молодых людей без ментальных нарушений. То есть когда мы пересекаем границу возраста 15-16, у нас практически, ну то есть 100% это уже молодые ребята с ментальными особенностями. И с чем мы сталкиваемся? Мы же любим наших участников. Они растут. И мы хотим, чтобы они, соответственно, сначала участвовали, участвуя в семейных программах, понимали, что дальше это не конец. То есть что по наступлению 16 или 18 лет у них будет возможность продолжать вот это такое, такой серфинг по музеям уже самостоятельно. То есть в каких-то группах, которые уже по возрасту адаптированы для них. То есть если семейный формат, там могут быть и братья, и сестры, и близкие родственники, то участники циклов для молодых взрослых у нас нет родителей. И в каком-то смысле роль родителей, она в данном случае, ну в каком-то смысле замещается волонтером, потому что волонтеры, но это по сути такие мои, это ребята, которые являются таким образцом для подражания с точки зрения поведенческих моментов. Вот, крошечного размера не видно, но, к сожалению, вот я не знаю, что будет так мелко здесь все. Вот, комментирую как могу. Так, вот, в чем особенности циклов? То есть начиная каждый цикл, мы готовим педагогов и сотрудников музеев к тому, чтобы работать как с детьми с особенностями ментального развития, так и с молодыми взрослыми. Благодаря участию наших экспертов мы адаптируем сценарий занятий, вот, для того, чтобы они были более интересными и полезными для наших ребят. У нас есть система обратной связи по итогам каждого занятия, ну, и мы находимся в постоянной связи с родителями с тем, чтобы понимать, как, в общем, у нас идет весь процесс. Еще несколько особенностей циклов в том, что у нас есть два формата сейчас, которые мы прорабатываем. Это внутри музейный цикл, как правило, это большие музеи, крупные, там, музей Востока или, допустим, музей декоративно-прикладного искусства, или царицыно, то есть там, где мы можем сделать серию занятий, при этом, ну, для одной группы. Вот. И межмузейные циклы – это когда мы работаем с музеями, в которых в основном выставочная деятельность. То есть это музей Москвы, музей современного искусства, Московский музей современного искусства, это культурный центр интеграции и так далее. Вот. У каждой группы есть координатор. Это, в принципе, такая особенность того, что мы делаем, что есть человек, который всегда встречает группу, который отвечает за все организационные моменты, но, кроме того, который является ведущим некоторых частей занятий. Мы чуть подробнее, чуть позже поговорим об этом. И в каждой группе каждый участник имеет такое пособие для занятий, которое мы называем «Журнал впечатлений». Надо сказать, что этот инструмент, идея возникла уже несколько лет назад. Мы много делали уже, несколько итераций, вариантов такого журнала. И мне кажется, что, наконец, в этом году мы пришли к версии, которая нас устраивает, которая нам нравится, и с которой мы будем продолжать работать. На чем особенность цикла? Цикл – это не просто визиты в музей, это еще и знакомство. То есть мы здесь ставим такой важной целью взаимодействие всех участников, особенно в группах, где у нас участвует молодежь. У нас есть первое занятие «Знакомство». На этом занятии мы работаем с журналом, в который мы вклеиваем фотографии всех тех людей, которые как являются участниками группы. То есть это сами ребята с ментальными особенностями и волонтеры. Это фотографии координаторов группы. Ну и, в общем, тех людей, которые постоянно участвуют в цикле. На этом первом занятии мы знакомимся с тем, как мы работаем с журналом. Журнал в дальнейшем участники не приносят на занятия, они работают с ним дома. Дальше у нас есть как минимум четыре встречи в музее. И занятие «Подведение итогов», на которое все приносят свои журналы. И мы, соответственно, вспоминаем, каким было наше путешествие по музеям, знакомство и к чему мы пришли к последнему занятию. Немножко про структуру занятий. Это уже тоже такой отработанный формат. Начинаются с настройки. Сонастройка – это обсуждение, это приветствие друг друга. Это обсуждение тех эмоций, с которыми мы пришли на занятия. Экскурсия, мастер-класс. Ну и обязательным элементом является чаепитие обсуждения. То есть общая продолжительность, ну в среднем два часа, как правило, мы укладываемся в это время. За это время мы можем получить много удовольствия и, как правило, участники не устают. В двух словах о том, что же это за такой журнал. Вот вы видите здесь фотографию, где ребята как раз склеивают фотографии участников группы, где каждый представляется, показывает свою фотографию и потом все, соответственно, клеят эту фотографию в свой журнал, пишут имена. То есть задача вот этой части журнала в том числе в том, чтобы, приходя на занятия, ребята повторяли имена и видели фотографии всех остальных участников. Вот по нашим наблюдениям уже там на втором занятии ребята приходили, все знали друг друга. Это нам кажется тоже очень важно. Почему мы не хотим, почему мы не работаем с журналом на занятиях? Ну на самом деле это не совсем так, что мы не работаем с ним на занятиях, просто мы не приносим его. На каждом занятии ребятам выдается файлик с листом, где они клеят свое настроение в виде стикера, а также в этот файлик кладутся какие-то памятные штуки, вроде билета в музей, или какой-то открытки, или брошюрки, или еще чего-либо, что составляет такую память, воспоминание, эмоцию о музее. И с этим файликом, в котором есть с одной стороны прописанные участникам эмоции, с другой стороны еще вот эти вот какие-то штучки, он уходит в занятия. Задача родителей, когда участник приезжает домой, чтобы вот этот файл вложить в журнал, и еще там в журнале есть два листа для самостоятельных заданий. Они четко не сформулированы таким образом, что сделай раз, два, три, а это такая возможность для некой рефлексии по итогам занятий. Можно что-то написать, нарисовать, там все что угодно, клеить и так далее и тому подобное. Так, вот, ну, собственно говоря, в моем журнале есть еще правила поведения в музеях, мы знакомимся со структурой цикла, там есть фотографии музеев, фотографии всех педагогов. И, как я уже сказала, важным моментом является, что на каждом этапе занятия, настройки до чаепития, мы такие базовые эмоции фиксируем, как радость, грусть или злость. Ну, здесь я привела несколько страниц из журнала, чтобы вы могли понять, как это выглядит, что это внутри. Здесь прописаны этапы того, что мы делаем на занятиях. То есть я встречусь с ребятами в группе, я пойду на мастер-класс, на экскурсию, я позанимаюсь на мастер-классе, мне тоже очень мелко, я попью чай и пообщаюсь с ребятами из моей группы. То есть у нас вот такие есть иллюстрации этапов. Мы просим, чтобы родители вместе с участниками, предваряя занятия, повторяли их. Ну, по опыту, опять же, уже после первого занятия всем все понятно, все все помнят. Ой, здесь какой-то сбой, почему-то не видно. Не видно всего слайда, таким, каким он должен быть. Ну, здесь вот как раз пример того, как оформлена страница музея конкретного. Ну, это музей, в данном случае культурный центр интеграции имени Островского. То есть здесь вот входная группа в музее. Здесь мы клеим фотографии тех педагогов, которые будут на занятии. Три основных экспоната для того, чтобы дома ребята могли вспомнить, что они видели. Ну, и вот я вам говорила про лист с настроением. Это тот лист, который выдается на занятии. Они клеят именно здесь, на каждом этапе. Ну, это вот все, пожалуй, что я вам хотела рассказать про циклы. На самом деле, вот не могу сейчас подвести итог, к сожалению, этого цикла, потому что мы также, как и все, прервали свою активность оффлайн. Мы пытаемся сейчас адаптировать часть занятий, оставшиеся, сделать их онлайн. Это не так легко, как хотелось бы в силу меняющихся обстоятельств все время. Но мы надеемся, что мы сделаем пару онлайн занятий для участников цикла, и что мы закончим этот цикл, завершим его, сможем подвести итоги, как только ситуация наладится. Ну, и в наших планах, как я уже говорила, вот это объединение семейной программы и циклов для молодых взрослых, ну, в них некий единый проект. То есть мы планируем продолжать эту деятельность. И сейчас выдаем заявку на президентский грант на следующий учебный год, соответственно, 2000-2001. Вот. И дальше будем расширять эту деятельность. То есть, как я уже сказала, что в каждом проекте мы готовим гогов музеев. Вместе с нашими экспертами мы проводим тренинги по пониманию инвалидности, вот с Антониной Стейнберг делали в этом году замечательные тренинги. Дальше происходит адаптация вот этих занятий, сценариев. Это делает Полина Богорат. Аудит занятий, на которые приходят там Лада Талызина и Полина Богорат. Ну, в общем, это такая работа системная. И наша задача в том числе стоит в том, чтобы наши музеи имели возможность проводить занятия, независимо от колеса обозрений, предлагать свои услуги по проведению таких занятий, на рынке, так скажем, другим организациям или, может быть, какие-то открытые группы. В общем, мы очень надеемся, что количество подобного рода программ будет расти и что возможности для такого общения по интересам музеев у наших ребят с ментальными особенностями, в том числе ребят с аутизмом, будет больше. Я вот не сказала, что действительно у нас в группах большинство ребят с аутизмом. То есть в любом случае они для нас основная целевая аудитория, поэтому мы во многих разработках, вернее, в наших разработках, ориентируемся на них. Вот так. Как попасть в колесо? Зайти на сайт колесообзоры.ру. Вот видите, как здесь адрес электронный. У нас есть такой сайт www.колесообзоры.ру. И там есть регистрация, стать участником, зарегистрироваться, и вы будете получать разработки на наши мероприятия. Но сейчас, к сожалению, как я уже сказала, мероприятий понятно, что нет. Музеи все закрыты. Вот. Если речь идет о циклах для молодых взрослых, то я надеюсь, что у нас будет возможность открыть дополнительную регистрацию на эти занятия со следующего учебного года. Вот так. Я готова еще ответить на ваши вопросы. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, на вкладочке «Вопросы» желательно. Наташа, еще расскажите, пожалуйста. Я так понимаю, что этот проект грантовый? После завершения грантов вы продолжите эту работу? Ну, вот сейчас, как я уже сказала, мы пишем заявку на грант-президентский с тем, чтобы расширить программу. То есть, к сожалению, конечно, работа вот с таким подходом... Такой подход к работе с циклами, с их формированием требует финансирования. То есть, это невозможно сделать без денег, потому что нам нужно и тренинги проводить, и программы готовить, и журналы печатать, и, так скажем, профессиональное сопровождение групп делать. Вот. То есть, в принципе, у нас обычно принцип такой, что независимо от того, есть деньги или нет, мы делаем. Другое дело, что вот иногда, то есть, если речь идет о цикле, то есть какие-то базовые расходы, если мы не получим град, то нам нужно будет, видимо, искать какой-то механизм, каким образом, да, закрывать эти расходы, вот, искать другие источники финансирования. Вообще, да, мы планируем продолжать. Вот. И сейчас все те музеи, которые у нас в этом пилотном проекте, они уже у нас и в заявке на следующий, да, на следующий этап. То есть, для всех музеев это оказался очень хороший опыт, интересный, и, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы продолжать. Другое дело, что, конечно, пока вот этого, может быть, ну, недостаточно для того, чтобы делать программы открытыми, да, то есть, нужно больше делать мероприятия такого рода, вот так. Наталья, спасибо большое. Я думаю, что мы будем ждать уже результатов, когда наш музей откроется и сможете закончить весь ваш цикл. Наверное, у вас будут еще интересные результаты, да. Да, и мы надеемся, что количество музейных программ для молодых людей и взрослых с аутизмом будет увеличиваться. Их станет так же много, как сейчас существует программ для детей. Да, ну, когда-то, когда, там, не знаю, 6 лет назад, когда мы только начинали, программ для детей было не очень много, то есть, они были, но их было мало реально, да, в музеях. Вот, поэтому понимаем, что это, опять же, вот, начало пути, и, скорее всего, и, в общем, это наша цель, чтобы их было больше, то есть, открывать вот эти возможности для ребят, потому что мы видим, конечно, огромную потребность в этом, и досадно было всем, мы не могли, естественно, всех желающих взять в этот цикл, и было досадно, на самом деле, отказывать нашим, там, старым, постоянным участникам, чтобы принять участие в этом цикле, но, как бы, есть пока ограничения, да, связанные с количеством мест, количеством занятий. Мы работаем над этим, стараемся. Наташа, здесь еще вопрос, какие музеи посещаете, может быть, расскажете тогда поподробнее, у нас осталось время, поэтому вы можете рассказать. Ну, смотрите, я сейчас прям вернусь вот на слайд, где, если говорить о циклах, вот этих, да, в принципе, мы посещаем, ну, наверное, сейчас нашими, пожалуй, сейчас участниками, среди музеев, которыми мы работаем, не осталось, вернее, пожалуй, сейчас не осталось уже таких музеев, с которыми бы мы не работали, есть Третьяковская галерея только в которой, ну, с которой мы, вот, к сожалению, не сотрудничаем, а так вообще, по большому счету, все крупные музеи московские являются нашими партнерами. У нас еще есть проект «Я художник, я так вижу», наверное, тоже стоит о нем сказать, в этот конкурс для детей и молодых людей с инвалидностью, здесь без ограничения по форме, от 6 до 21 года, и он у нас начнется в этом году, в мае месяце, это творческий конкурс, который мы в любом случае будем в этом году реализовывать, потому что его можно делать онлайн, да, там вся история, она построена таким образом, что мы собираем работы через наш сайт, вот, и это возможность для детей проявить свои творческие, там, креативные способности, ну, и просто приобщиться к миру искусства, потому что конкурс, его идея – это интерпретация известных произведений искусства на заданную тему. В прошлом году у нас была тема «Театр», «Прозапрошлым спорт», и у нас довольно много интересных работ получается, все это заканчивается выставкой, и здесь тоже, на самом деле, если нет у меня сейчас слайдов здесь, да, загруженных, не могу показать, но большинство участников у нас там тоже ребята с ментальными особенностями, вот. Вот, если говорить о конкретно циклах, да, то вот здесь вот все музеи, на этом слайде, с которым мы работаем, это музей Рублёва, это, как я уже сказала, государственный центр интеграции Нево-Островска, музей русского импрессионизма, музей декоративно-прикладного искусства, музей Москвы, музей музыки был у нас в цикле семейном, музей современного искусства, то есть это вот те музеи, которые были у нас уже в реализованных проектах, а в новой части, вот той, которую мы сейчас подаем на грант, будет еще государственный исторический музей, будет музей Востока, вот, то есть, в принципе, мы с каждым новым проектом подключаем больше музеев, да, к тому, чтобы они делали программы для людей с особенностями ментального развития, для молодых людей, вот, поэтому в том проекте, который мы сейчас подаем на грант, там есть и музеи, в которых мы уже подобную программу делаем, и новые музеи, да, то есть те, которые они делали, вот, я еще забыла, помянуть мой любимый музей Царицыно, он тоже будет в этом проекте, так что... Ну, это очень важно понимать, что нет музеев, да, которые бы не подходили людям с аутизмом, вот именно, что спектр так широк, это самые разные музеи, самые разные направленности, есть музеи, которые пока не создали условия для посещения, но нет музеев, которые бы не подходили потенциально, да, человек с аутизмом может посещать любой музей, да, и нет лучшего места для инклюзии. Нет, абсолютно, и, честно говоря, действительно, вот, что мне нравится в наших музейных программах, что это такое же общение по интересам, то есть мы понимаем, что, когда говорят, почему музеи, ну, там, да, а не там что-то еще, ну, потому что должна быть в жизни людей, в жизни людей, в любых людей, независимо от их особенностей, должна быть возможность выбора, да, и те, кому нравятся музеи, должны иметь возможность прийти в музей, там, не знаю, заниматься творчеством, в общем, это не отменяет других каких-то, да, направлений деятельности, там, не знаю, театра или спорта и так далее и тому подобное, но просто чем больше этих возможностей, тем лучше, да, тем, соответственно, наш мир становится более инклюзивным и более адаптированным, более лояльным, да, ко всем, потому что, ну, вот, на самом деле, вот, как бы, с одной стороны, действительно, очень сейчас у всех сложный период, но по-настоящему, я думаю, мы только сейчас осознаем, насколько сложно, да, нашим участникам, там, этим молодым уже людям, взрослым, которые по наступлению 18 лет часто решаются возможности для, вот, вот, участия в разных программах, которые были в детстве, да, там, спортивных каких-то, творческих и так далее, что такое это изоляция, да, что когда ты сидишь целый день дома, вот, у тебя есть, там, компьютер, телевизор, ну, у нас у всех есть работа, конечно, понятно, у нас еще дети, да, но вот я прямо вот ощущаю вот эту боль в сердце, да, от того, что этот опыт приносишь через себя, да, понимаешь, что такое изоляция, вот она, как бы, в чистом виде, вот что происходит с нашими ребятами, которые участвуют в детских программах, а потом, ну, решается такой возможности, когда они взрослеют, поэтому, конечно, хочется, чтобы этих возможностей было больше у всех, вот, и действительно, реально, вот, что классно в нашем проекте с циклами для молодых взрослых, то, что к нам приходят волонтеры, вот, я о них как-то не сказала подробно, а стоит сказать, что это поразительно, что молодые ребята, которые не имеют, там, я не знаю, они очень разные, кто-то, у кого-то профессиональный интерес, потому что не учатся, ну, как бы, в специализированном, да, каком-то колледже, вот, и важно это с точки зрения какой-то практики, но есть ребята, которые никогда не имели опыт взаимодействия с людьми, с ментальными особенностями, и как приходят, потому что считают, что это важно, да, и это вот то, что на самом деле дает такую очень сильную надежду, уверенность в том, что в нашем, ну, в будущем нашем обществе есть, есть просвет, да, что, потому что молодое поколение, то есть когда ребята, там, школьники, там, старших классов или, там, студенты первого-второго курса приходят и говорят, что мы хотим быть волонтерами, потому что мы считаем, что важно, да, нам учиться и выстраивать вот это взаимодействие, они реально его выстраивают, да, и не работают в группе с позиции, ну, какой-то я учитель-ученик, то есть мы сразу, да, как бы расставили вот эти точки над «и», что мы, как бы, да, они, там, модель для поведения, для подражания, но при этом они не тьютеры, да, то есть они не те, кто, там, ведут, да, вот, то есть они участвуют на равных программе, и это, конечно, ну, то есть это важно как для них, да, они этому учатся, этому взаимодействию, так и для наших с ментальными особенностями, потому что у них есть такой опыт, да, взаимодействия и возможность общения по интересам, и для нас тоже, потому что мы немножко старше, чем наша группа, и мы, как бы, видим, интересно наблюдать за молодежью, которая приходит на наши занятия, в общем, так. Вот, и мы в дальнейшем тоже планируем привлекать ребят, нашу молодежь, да, для участия в занятиях, то есть принцип вот этих циклов для молодых взрослых построен таким образом, что там примерно 50 отношений ребят с ментальными нарушениями и вот этих самых волонтеров. При этом, конечно, мы не используем слово волонтер, мы там не говорим, что это какие-то приглашенные, да, отдельные люди, то есть это просто моя группа, да, для, по крайней мере, мы стараемся так традиционировать, что это моя группа, вот, все участники, мы все, как бы, ходим на занятия, вот. Очень хотела, чтобы для молодежи эти занятия, как бы для наших ребят с ментальными особенностями, вот. Но мы видим, что, например, те же мастер-классы, может быть, экскурсии иногда вызывают сомнения, что они там могут быть, может быть, слишком простые для них, но мастер-классы, они заряжают всех, так мне кажется, по моим наблюдениям, вот. То есть оказывается, что всем нравится резать, там, клеить, не знаю, красить, все что-то придумывать, вот. И, конечно же, вот это, вот это очень здорово, вот. Спасибо большое, Наталья, замечательное выступление у вас. Спасибо большое, Наталья, замечательное выступление. И мы надеемся... Все очень рано? Нет, у нас как раз время подошло к концу. Если вы какие-то ссылки еще хотите бросить, да, там, я видела, уже Антонина разместила в лице обозрения. Да, ссылки на сайты, на конкурсы нашего. Да, вот как раз конкурс, по-моему, замечательно пройдет в дистанционном формате в этом году уж точно. Да, да, и мы с музеями сейчас обсуждаем возможность проведения каких-то онлайн-мастер-классов, чтобы это было удаленно. К сожалению, у нас был запланирован проект в рамках этого конкурса, что мы снимем ролики обучающие, адаптированные для... адаптированные мастер-классы для людей с ментальными нарушениями, еще и на жестовом языке, еще и в музеях, еще и с участием классных художников. Но сейчас в силу того, что мы не можем эти съемки сделать, вот они должны были быть в конце марта, в начале апреля, соответственно, проект принесся на следующий год. Но в любом случае онлайн-мастер-классы мы планируем, обсуждаем с музеями, как мы можем в таком формате их провести. Спасибо большое. Катя уже написала. Спасибо, Женя, за приглашение. Наш постоянный партнер «Колесо обозрения» и надеемся теперь увидеться уже в локлайн-режиме в следующий раз, цариться на главной площадке, которую мы все-таки надеемся увидеть в июне. Спасибо, Наташа. Всем спасибо, Даня. И сейчас я приглашаю нашего следующего спикера, еще представителя, еще одного нашего постоянного партнера, интегрированного театра «Круг-2». Каждый год выступает на нашей главной площадке, в Царицыно. Это совершенно уникальный коллектив, где актерами являются люди с инвалидностью, и в том числе с аутизмом, и люди без инвалидности, и делают потрясающие спектакли, и очень много используют музыки в своих произведениях. Поэтому...